Сегодняшняя тема это реактивное программирование на JavaScript и вообще реактивное программирование. Мы посмотрим, что реализовывать его можно несколькими разными способами. Можно делать это через алгоритмы, императивным способом. Можно через графы строить, собственно, графы зависимости между величинами, которые изменяются реактивно. Или же через потоки событий. То есть, в принципе, это как-то сопоставимо с теми тремя способами, которые у нас есть для связывания кода в программах. То есть, есть связывание через данные, через вызовы и через события. И, в принципе, реактивное программирование можно вот такими же тремя способами и реализовывать. То есть, так, чтобы начать, чтобы представить себе, на что оно похоже, можно, наверное, подумать о электронных таблицах, вот как у нас есть Google Spreadsheets, или же любые другие реализации в офисах электронных таблиц. То есть, когда у нас есть огромное количество каких-то переменных, то есть, в электронных таблицах они у нас просто имеют идентификацию табличную, там, А8, там, Д4 и так далее, ячеечную. Но они могут, на самом деле, не находиться в виде таблиц, они могут иметь все какие-то уникальные имена. И когда мы меняем значение одной из этих переменных, то на нее могут ссылаться несколько других, и они тоже должны пересчитать свои значения. В свою очередь, на них могут ссылаться еще какие-то, и таким образом изменения распространятся на всю модель предметной области в оперативной памяти. То есть, реактивное программирование, оно в основном необходимо для того, чтобы мы моделировали при помощи реакций и вычислений, моделировали какую-то предметную область. И при помощи, вот, как сказать, то есть, разные модели данных могут для этого использоваться. То есть, мы можем реактивно связывать какие-то свойства объектов, можем реактивно связывать ячейки таблиц, можем реактивно связывать, допустим, какие-то структуры, как деревья, графы, списки и что угодно. Ну и давайте посмотрим на примеры кода, которые я подготовил. Вот в обычном оперативном стиле у нас есть... Так, это пример с усеченным конусом, который я, похожий пример, показывал вчера на функции про функциональное, в смысле, на лекции про функциональное программирование. Но тут у нас сами вычисления происходят обычным императивным стилем. То есть, мы имеем две функции. Мы создаем усеченный конус и вычисляем объем и площадь и присваиваем их в свойства. То есть, на самом деле, мы можем, как только у нас меняются эти свойства, там, R, и опять вычисляем и опять присваиваем. Ну, то есть, мы, получается, должны будем крутить какой-то цикл и все это делать, как только идут изменения. Ну, тут, на самом деле, это просто вычисление. Тут никакой реактивности нету, но у нас, как минимум, есть зависимость. То есть, одни величины зависят от других внутри одного объекта. Как мы можем это дело оживить? Мы можем сделать модель этого конуса в виде класса, поместить все эти функции для вычислений в метод Calculate, сделать конструктор, который будет принимать радиус верхнего и нижнего основания, высоту этого конуса, будет хранить этот конус внутри в свойстве con и вызывать Calculate на конструкторе. И дальше мы можем сделать на геттерах и сеттерах изменение кучи вот этих вот переменных, от которых зависит площадь и объем. То есть, у нас есть R1 и R2, и мы для них делаем сеты. То есть, туда можно только писать, в эти R1 и R2. Дальше мы делаем сеттер еще для высоты. Ну и просто таким образом мы эти переменные записываем вовнутрь объекта конус, который у нас создался в конструкторе. И после каждого изменения этой переменной, мы вручную, вместо того, чтобы посчитать ее одну, мы вызываем метод Calculate у этого объекта, и там пересчитывается все. И у нас есть еще два геттера, это вот на объем и на площадь, и они возвращают просто изнутри свойства, они их делегируют наружу. Тут понятно, через геттеры и сеттеры реализовали. Но вычисления точно такие же, как мы привыкли. Это формула, просто она написана в таком пошаговом стиле вычислений. И как этим пользоваться? Вот создали новый конус, вывели его на экран, потом изменили высоту. То есть, при создании у конуса высота была 7. Третий аргумент 7, это высота. Мы задали высоту 8, и у конуса поменяется объем и площадь. Давайте попробуем это. Ну вот, видите, мы присвоили, и у нас объем и площадь, я заново их вывел после присвоения новой высоты. То есть, оно, в принципе, посчитало, после присвоения пересчитало нам две другие переменные. В принципе, можно было бы сами вычисления перенести на геттер, но тогда бы это не было реактивным программированием. Мы могли бы вот тут, как только у нас кто-то запрашивает объем или же площадь, мы вот тут могли бы вычислять. Но, как бы, это когда запрашивают, а у нас задача такая, что когда кто-то меняет одну величину, сразу же должны пересчитаться другие величины. Значит, еще один вариант. Мы можем сделать реактивность на прокси. Это у нас такая обертка, которая позволяет передать в конструктор прокси какой-то объект. И прокси нам выдаст новый экземпляр. И когда мы будем обращаться к свойствам этого экземпляра, все обращения к свойствам будут перенаправляться в функцию get и функцию set. То есть это такой, считайте, прокси, это примерно как getter и setter, только для всех свойств. Для всех сразу свойств. Вот я целиком этот прокси покажу на экран. И у нас будет приходить первым аргументом, у какого объекта запросили это свойство. Вторым аргументом, какое именно свойство. Я буду на экран выводить, собственно, какое свойство запрошено. Брать его из объекта и смотреть, что если этого свойства нет, то я отдаю пустую строчку. Ну, а когда я делаю set, я тоже это логирую на экран, чтобы мы видели, как происходит последовательность вычислений. Дальше я беру тип этого значения. Я смотрю, если там функциональный тип, то есть если функция в этом значении была, то тогда нам нужно переложить это в константу expression, посчитать, и потом объединить значение, которое посчитано, и само выражение. То есть когда мы в какую-то ячейку записываем выражение, то мы должны сохранять и саму функцию, то есть выражение, которое мы хотим присвоить в эту ячейку, чтобы оно вычисляло, и подсчитанное значение уже на выходе из этой функции expression. То есть вот я подсчитал и положил в ячейку по этому ключу и значение, и саму функцию. Если там была не функция, то я просто положил туда вот так вот объект, в котором будет только value. Экспрешена нет. Ну и на выходе из прокси вот этого сета нужно говорить true, чтобы прокси не райзнуло ошибку, потому что иначе он подумает, что невозможно присвоить значение в этот атрибут. Так, смотрим дальше, как этим можно пользоваться. Как вы видите, мы уже имеем что-то типа спритшита, то есть у нас есть таблица, у нее есть ячейки, мы можем обращаться к этим ячейкам по имени, и обращаться мы к ним можем сюда теперь как угодно. Вот такие вот имена. Ну вот такие не можем, вот такие вот имена можем туда передавать. И ошибки от этого не будет. Эти имена будут попадать вот сюда, в этот ключ, и мы их обработаем так, как считаем нужным. Ну, а, собственно, в самой таблице у нас, видите, как сказать, data, это объект, в котором мы будем хранить сами вычисленные значения, справочник, и значение ячеек, он у нас сразу пустой. Вот он пустой. Ну, и нам нужно еще иметь массив колоночек, для того, чтобы просто, и количество строк в этой электронной таблице, для того, чтобы просто вывести на экран какой-то диапазон. Потому что на самом деле, так как мы в этой data будем хранить абсолютно в плоском виде все ячейки, то она не ограничена в размерности, и там не будет пустых ячеек храниться. То есть, если мы будем хранить А0, допустим, и какой-нибудь ААА9999, то это будут храниться только две ячейки, а все остальное, то есть мы не матрицу будем хранить, а только заданные ячейки. Потому что, ну, очень часто в электронных таблицах есть много пустых ячеек. Так что эффективнее хранить это просто в коллекшене. Итак, давайте посмотрим, как этим пользоваться. Я вот наверх этой таблицы поприсваиваю заголовки, что у нас там есть название города, население, площадь, плотность населения, страна и относительная плотность населения. И теперь для каждого города я задаю все ячейки, начиная от А до Е. Видите, это вторая строчка пошла, и я задаю параметры города Шанхай. И вы видите, что я не буду считать колонку F. Ну, точнее, не то, что не буду считать, я ее не буду присваивать. Вот я первые пять колонок туда присваиваю, потом пропускаю одну. И так задаю туда три города, ну, просто для примера, для того, чтобы... И теперь я хочу посчитать максимальное значение по ячейке. То есть по ячейке плотность населения, по ячейке D я хочу найти максимальное из вот этих вот D2, D3 и D4. И для этого я просто в ячейку D5, то есть это как бы на следующей строчке после вот этой четвертой моей строки, я туда присваиваю функцию. И в эту функцию передаю тоже, какие ячейки я хочу максимум от них посчитать. В принципе, тут не особо удобно, что я каждый раз должен писать table. Ну, можно так построить, чтобы у нас все вот эти вот имена ячеек были в каком-нибудь... Сейчас я подумаю. Ну, можно так сделать, чтобы у нас спротшит лежал в сэндбоксе, и там внутри этого сэндбокса были глобальные переменные, и тогда нам нужна ссылка на global. И вот это же будет не вся программа, а это только в этом сэндбоксе, только одна таблица будет считаться. В принципе, тогда можно будет просто адресовать... То есть внутри сэндбокса будут вычисления проходить, и там уже можно будет формулы писать без вот этого пути, там table какой-то там или что-нибудь такое. Тогда можно будет просто написать max d2, d3, d4. Ну, конечно, еще хотелось бы, чтобы можно было написать там d2, по-моему, двоеточие, d4, то есть от какой ячейки до какой-то другой ячейки. К сожалению, такого синтаксиса мы в JavaScript не добьемся, но мы можем добавить какую-то сюда функцию там max, а в ней там range, и, значит, передавать туда начальную ячейку, конечную ячейку. Эта функция будет потом итерировать все эти ячейки, запихивать их в массив, а мы потом будем этот массив разворачивать, уже передавая функцию max. То есть, ну, можно придумать какие-нибудь такие более удобные синтаксисы, ну, это для примера такой получается немножко громоздкий синтаксис. Ну, ладно, теперь нам нужно... Вот мы посчитали, нашли, точнее, город с самой большой плотностью населения, и теперь хотим в ячейке f, точнее, в колоночке f посчитать для каждого из этих городов относительную плотность в процентах. И видите, у нас значение, присваиваемое в каждую ячейку, это лямбда вообще без аргументов. И вот мы туда присваиваем эти три функции. И тут, конечно, не очень удобно, что мы три раза присваиваем одно и то же. Ну, если вы вспомните, как у нас это делается обычно в электронных таблицах, то там так и делается. Там три раза присваивается одно и то же, и оно дублируется и хранится по многу раз. Конечно, в реактивном программировании хотелось бы иметь какой-то другой способ, поэтому можно было бы вот эту функцию как-то обобщить, вынести ее наружу и просто менять потом строчку, сделать строчку аргументом, и потом из этой функции можно сделать через частичное применение, передавать в нее номер строки, а потом передавать в нее, а потом ее вызывать. То есть сделать такое вот ухищрение, чтобы свернуть все эти формулы в одну. Ну, как бы для понимания концепции реактивного программирования нам это не особо нужно. Ну, и теперь, когда оно все присвоено, мы можем, как минимум, оно не просто присвоено, оно еще и посчитано. То есть вы же помните, что когда мы в ячейку присваиваем какую-то формулу, то эта формула сначала вычисляется вот тут в проксе, а потом в ячейку кладется и формула, и значение. Ну, теперь нам нужно это как-то покрасивше вывести. То есть, в принципе, вот все, что я написал, я просто задал формулы, и они уже там сразу же посчитались эти значения. А теперь все, что осталось сделать, это вывести все это дело на экран в каком-то красивом виде. Я для этого делаю массив массивов, точнее, массив объектов, output, потом итерируюсь от второй строчки до конца, задаю строчку как объект, дальше присваиваю этот объект в массив item элементам, дальше прохожусь по всем колонкам и считываю ячейку таблицы. А когда мы считываем ячейку таблицы, то что происходит? Из ячейки читается только value. То есть, функция, которая там в ячейке сидит, она никуда не это самое, не отдается. То есть, только value читается. Или пустая строчка. Нас это вполне устроит. Если ячейки нет, то будет отдаваться пустая строчка. Давайте попробуем запустить пример через прокси. Это третий пример. Теперь все наши вычисления и залогировались сюда. Видите, сначала мы присвоили заголовочек, потом три города, потом начали туда запихивать функцию. Как только функцию запихнули, функция начала читать ячейки d2, d3, d4, посчитала и сохранила в d5. Потом мы присвоили туда функцию f2 ячейку. Она тоже обратилась к ячейкам d2 и d5. Вот вы видите прямо те ячейки, которые в этой функции использовались. Потом при записи в f4 случилась чтение d4 и d5. Вот d4 и d5. А дальше откуда вот эти геты взялись? Как вы думаете, их много. Для того, чтобы мы проэтерировались по всему этому делу и все переложили вот в такую таблицу. Ну и красиво вывели таблицу. Вот ячейка, которую мы посчитали. А вот максимальное число по колонке. То есть практически мы сделали такую электронную таблицу. Пример этого кода, я не сказал, где он лежит. Он лежит в репозитории reactive programming в организации how programming works. А если вы возьмете еще пример электронных таблиц, которые у нас live table. Вот тут был пример с электронными таблицами с сервером на Node.js, который на WebSocket работает. Я вам его уже показывал. Была специальная лекция. Можете ее найти. И вот клиентская его часть. Тоже мы имеем там электронную таблицу и между пользователями ее синхронизируем. То мы можем сделать таблицу, которая будет... Ну, скрестите дома, допустим. Кто-то хочет попрактиковаться. Берете просто этот репозиторий reactive programming и тот репозиторий с веб-интерфейсом. И вставляете собственно вот эту реализацию на прокси и делаете, чтобы пользователи могли туда прямо присваивать функции. Ну, а чтобы функции создавать, чтобы они вычислялись, ну, нужно тогда решить, где они будут вычисляться. Они могут на сервере вычисляться, могут на клиенте. Ну, если на сервере, мы их можем красиво создавать при помощи createScript функции, которая лежит в библиотеке vm. Require vm и там createScript. Я тоже в специальной лекции про песочницы, sandbox'ы про это рассказывал. Можете там посмотреть, как это делается. Если же на клиенте вы хотите, чтобы это исполнялось, то, ну, тут можно делать eval, а можно делать синтаксический разбор этой функции и исполнять ее самостоятельно. Ну, там на самом деле нам не нужен полный синтаксис JavaScript'а, поэтому если кто хочет сделать, то, допустим, идентификаторы ячеек парсить, там несколько операторов, плюс-минус, разделить, умножить и все. И, в принципе, вы можете сделать, там, допустим, парсинг скобочек. Это уже существенно сложнее, там нужно синтаксическое дерево строить. Такс. Ну, но это еще не все способы, при помощи которых можно делать реактивное программирование. То есть, уже идея понятна, только, значит, в первом случае мы делали это через OOP-шный способ getter и setter. Proxy это тоже, в принципе, это OOP-шный способ. Proxy это паттерн объектно-ориентированного программирования. Вот его реализация в JavaScript встроена в язык прямо. Но у нас есть еще другой паттерн. Это Observer и его реализация в JavaScript называется EventEmitter. Мы сейчас сделаем примерно то же самое, но при помощи EventEmitter. И посмотрим, что, в принципе, работает оно так же, вычисляет так же, но, может быть, структура кода будет, принципиально другой. Взяли EventEmitter из библиотеки, взяли Max из библиотеки Mass, создали экземпляр EventEmitter, заготовили себе массив из городов и заготовили две переменные, которые мы будем вычислять, ну, короче, такой справочник из именованных переменных, вычисляемых динамически. Дальше мы сажаемся на события EventEmitter onCity, ну, потом разберем, какой именно код, а потом берем и эмитаем туда события City и передаем туда объект города со всеми его полями, кроме одного поля, это в процентах относительная плотность населения относительно всех остальных городов, точнее, относительно максимального. вот мы туда три города, как в предыдущем примере, запихиваем. Все, в принципе, видите, код закончился, только три города туда запихнули и все. А как же у нас написан onCity? Мы получаем этот City сюда как аргумент в эту функцию, инкрементируем количество городов в нашей коллекции переменных, дальше вычисляем максимальную плотность, то есть берем та, которая плотность предыдущая была максимальная и плотность населения в этом городе. Вычисляем максимальную. Потом добавляем этот город в массив и дальше проходимся по всему этому массиву и вычисляем тут относительную плотность относительно максимальной. И дальше распечатываем вот эти свободные переменные и распечатываем города Тут мы тоже можем проследить последовательность вычислений Так, это пример четвертый Давайте мы его запустим Так, о, вот отсюда начинается Сначала первый город добавили Ну, естественно, максимальной плотностью является его плотность И естественно, что относительная плотность тоже 100% Относительно самого себя он посчитал Добавляем второй Максимальная не изменилась, потому что у нового города плотность поменьше будет у Пекина Вот, но зато мы посчитали плотность у Пекина Относительно Шанхая это 34% Дальше добавили третий город А у него плотность будет больше Это Дели Тут количество городов 3 Вот, собственно И пересчитали плотность для Шанхая и Пекина То есть мы увидели, как пошагово происходит вычисление Ну, это только практически, что я показал Два способа, как делать То есть это через getter и setter и proxy Я бы это, в принципе, объединил как один способ Просто proxy это такой универсальный getter и setter И через observer То есть у нас тут через присвоение То есть мы прямо доступаемся к данным этого объекта Второй способ это через поток событий Мы можем сделать еще четвертый способ Когда у нас есть та же самая электронная таблица Вот представьте, что мы эти же самые три города Запихнули просто в двухмерный массив И там храним все эти значения Теперь у нас есть еще одна колоночка В которую мы хотим записать формулы И мы туда эту формулу в виде строки записали Дальше нам нужно пройтись по всем ячейкам Найти, в каких у нас находится формула Синтерпретировать ее И из формулы выпросить те ячейки, на которые она ссылается Эти ячейки в первом случае Они у нас называются буквами и цифрами А в этом случае вы видели, что через observer Когда они не называются буквами, а цифрами Они у меня имеют все буквенные названия То есть имена колонок у меня буквенные А имена строк, ну, это цифры Так вот, можно для каждой формулы Найти все ячейки, на которые она ссылается Потом взять из этих ячеек формулы или значения Посмотреть, на что они ссылаются И таким образом мы найдем все ссылки Все перекрестные ссылки в этой таблице И из них мы можем уже построить граф И вот если этот граф будет зацикленным То мы, в принципе, никогда не сможем посчитать Значения для всей этой таблицы Вы знаете, что делают электронные таблицы Когда мы им строим какой-то зацикленный граф Они несколько раз посчитают А потом говорят, извините, слишком много итераций А ничего не меняется То есть для того, чтобы нам понять Что ничего не меняется Нужно на самом деле провести Как минимум две итерации Полного пересчета И при этом Если данные за две итерации Никак не изменились То Значит Уже все Мы знаем, что оно зациклилось Ну, в общем Через графы Через графы Это на самом деле Наверное, даже сделать интереснее Потому что там можно Не вычисляя все полностью А там можно сразу же Без вычислений Просто проанализировать этот граф И найти циклы То есть мы найдем все циклы Если там Они есть Мы вообще даже вычислять не будем Мы сразу скажем, что Извините Меняйте Свою Реактивную модель Мы не можем Ничего с ней сделать хорошего Ну Как бы Я думаю, что То, с чем вы можете столкнуться В реактивном программировании В Своих приложениях Которые вы будете писать Вы можете столкнуться Допустим, с библиотекой RXJS И это только Это не все реактивное программирование Это только реактивное программирование Построенное на событиях То есть вот На потоке событий И там Немножко другая штука Там не Обсервер С событиями именованными А там потоки событий То есть там действительно Мы можем Эти события Как-то Фильтровать Объединять Ну то есть Пишется это все через Такой же синтаксис чейнинга Ну то есть Это тоже Модель событийная Там не граф Используется Но Я к тому Что если Кто-то Использовал Библиотеку Построенную На Модели событий То Это еще не все Реактивное программирование Потому что Можно проходить Делать просто Вложенный цикл И Ходить по Сначала колонкам Потом по строчкам Или сначала по строчкам Потом по колонкам Ну то есть Императивным способом Все это вычислять Можно Вычислять при помощи Графов Можно вычислять При помощи Вот таких связанных ячеек Как я показывал С прокси И с геттерами С эттерами А можно сделать поток событий И то поток событий Можно сделать по-разному Можно сделать как я Через обсервер А можно как в Rx Там по-другому совсем То есть Вариантов Много Идея одна Что нам нужно Какими-то Техниками программирования Какими-то способами Связать Несколько Переменных Несколько значений А их может быть Достаточно много Их могут быть тысячи И устроить Такую штуку Чтобы Мы Декларативно Задавали Вот эти вот Формулы Которые стоят Там Привязаны К этим значениям И Когда мы Меняем В одном месте Значения То в другом месте Они пересчитываются И меняются сразу Что тут еще Можно Отметить Я думаю Что Вот Выбор Выбор Именно Самой стратегии Как вы Реализовываете Свою реактивную Программу Это Потом Очень сильно Скажется На производительности Потому что В каких-то случаях У вас Модель Разряженная В каких-то случаях Вам лучше Таблицу считать В каких-то случаях У вас В таблице Много дыр А в каких-то Она вся заполнена Или же Допустим У вас Эта таблица Целиком Не помещается В оперативную память Такое тоже Может быть То есть Таблицу Нужно резать На кусочки И Считать На разных Машинах И потом Пересылать Эти события Из одного Процесса В другой Вот такое Вы можете Видеть В каких-нибудь Компьютерных Играх Потому что Там все Построено Ну очень часто Тоже построено На реактивной Модели То есть Когда Есть Какое-то Очень большое Игровое Пространство В каждой Клеточке Есть какое-то Состояние Если меняется Состояние Одной клеточки Там Или какого-то Одного Объекта Это может Вызвать Изменение Состояний Ближлежащих Объектов Или объектов Которые Связаны с ним Но Так как Игровое Поле Может не Поместиться В память Одного Компьютера Оно Может быть Очень сильно Большим Поэтому Собственно Реактивность Становится Существенно Сложнее То есть Как минимум У нас Есть несколько Процессов Внутри Одного Компьютера А то Может быть Вообще Несколько Компьютеров Поэтому Мы должны Понять Что Мы Сначала Должны Вычислить То что Ближе Лежит А потом Ну то есть В каком-то Скажем так Квадрате А потом Связываться С Ближлезащими Но Мы не должны Давать Какого-то Приоритета По Вычислениям Внутри Этого Квадрата То есть Значит Если мы Посчитали Все что Можно На одном Шаге Мы не должны Переходить К другому Шагу Если мы С соседними Квадратами Не синхронизировались Ну и Тоже Связанная Тема В сторону Которой Можно Посмотреть То есть Связанная С реактивным Программированием Это Модель Экторов То есть Это такая Собственно Парадигма И такая Модель Программирования Когда у нас Несколько Процессов Или же Несколько Каких-то Программных Компонентов Они Только Перебрасываются Событиями Друг с другом И они Никогда Не делают Вызовов То есть Они никогда Не вызывают Функции И не получают Результаты Они только Отправляют Друг другу События И это Позволяет Им Абсолютно Независимо Работать И абсолютно Линейно Масштабироваться Горизонтально То есть Это может быть Короче Они Каждый Из этих Экторов Он сам По себе Достаточно Независим Если к нему Никто Никаких Событий Не присылает Ну Он может Генерировать Какие-то Там Свои Внутренние События И рассылать Их Там Вокруг Себя Или же Допустим Если к нему Присылают События Он может На них Реагировать Может Не реагировать Может Кому-то Еще События Рассылать Но Как минимум На входе В каждый Эктор У нас Есть Очередь Входящих Событий И Зачем Она нужна Потому что Каждый Эктор Он Однопоточный Вот Как у нас В ноде Это очень Полезный Вообще Пример Что Они становятся В очередь И Он их Поглощает По одному В том Порядке В котором Они В очередь Встали Поэтому Ну вот На ноде Мы это Можем Очень Хорошо Смоделировать Так 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 Ну я думаю Что все Так что Я думаю Если есть у вас Какие вопросы То через 5 минут Задавайте Смоделировать